10 марта на базе детского сада номер 14 «Ромашка» прошел городской конкурс «Первые шаги». Всего участвовало 45 детей со всех детских садов города в возрасте от 5 до 7 лет. Дошкольники представили свои творческие проекты и исследовательские работы в четырех направлениях. Секция 4. Гуманитарная, живая, неживая природа и физико-техника. Участвует 40 дошкольников из 19 садов. Юными исследователями была проделана большая работа по подготовке к конкурсу. Это посещение библиотек, экскурсии, опыты, постановка проблемы и поиск доказательств. На конкурсе были представлены различные тематики исследовательских работ. Например, воспитанница детского сада номер 21 «Росинка» Анастасия Вершинина разработала проект исследовательской работы под названием «Магниты». Она представила на суд жюри как научную, так и практическую часть. Юная исследовательница подошла к своей работе ответственно, показав членам судейской команды, как можно рисовать красками с помощью простого магнита. А вы знаете, что с помощью магнита можно рисовать красками? По словам куратора Анастасии, огромную помощь в подготовке проекта оказали родители девочки. Подготовка шла хорошо, быстро. Ребенок очень любознательный, быстро все схватывает, задает много вопросов, познавательная деятельность на высоком уровне. Эту работу нам было сделать легко, так как нам и родители помогли, тоже включились в эту работу. И сами мы, и сама она тоже показывала опыты детям в группе, делала выводы. Другой участник конкурса Роман Романов изготовил своими руками необычную батарейку из фруктов и овощей. Я выяснил, что под тарейку из фруктов можно получить электрический ток. Юных исследователей оценивала судейская команда, состоящая из методистов казенного учреждения управления образования, педагогов станций юных натуралистов и старших воспитателей города. По словам жюри, конкурс прошел на высоком уровне. Неплохо выступила девочка, она рассказывала про лекарственные растения. То есть ребенок показал знание темы, то, что она в теме, это самое главное. Когда ребенок рассказывает, волнуется это одно, но не всегда ребенок, получается, понимает, о чем говорит. Вот с дошкольниками, именно с ребятами дошкольного возраста, самое главное, чтобы ребенок понимал, о чем он рассказывает. Это самое главное. По окончании конкурса члены судейской команды будут подводить итоги выступления ребят. Победители будут представлять наш город уже на республиканском уровне, который пройдет в конце марта в городе Мелиус. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Новости. Немного 사망ного красоти. Редактор субтитров А.Егорова